доброго времени суток дорогие мои подписчики а также гости моего канала меня зовут светлана и сегодня у нас разговор за чашкой чая третья часть возили меня такая чашечка красивая также с вами будет моя пеларгония которая расцвела и сегодня у нас тема это ответы на ваши вопросы так и первый вопрос у нас который возник это по мастер-классу у меня платный также он доступен для тех кто является спонсором моего канала это вот банные тапочки какой же вопрос у нас возник вопрос состоял в том что одна из участников из участниц моей группы написала что вот она вязала когда банные тапочки у нее мысок то есть пальцы уходили вперед то есть она их одевает и они у нее получается пальцы ног выпирает то есть уже скажем так на полу из-за чего это может происходить давайте разберемся во первых это крючки своем мастер-классе я говорил о том что мы вяжем крючком номер три вот он у меня это крючок номер три я не знаю почему и как вот крючок у меня номер два с половиной и они практически одинаковые вот крючок номер три и это крючок номер три но они разные почему так я не знаю это все зависит от фирмы производителя кто как производит крючки как ставит маркировку как это происходит почему такое несовпадение я не знаю вот у меня написан номер три я вам говорю что номер три если вы вяжете чувствуете что вот вы примерили даже на свою ногу свой размер вяжите чувствуете что здесь для вас широко убавьте количество петель необязательно вязать так прям вот все строго алгоритм один но крючки номерация разная это первое из-за чего может быть несовпадение что я допустим вижу я их это мой размер 38 ехать примеряла мне они примут отлично никуда ноги вперед не убегают второй нюанс это может быть плотность вязания я вижу очень плотно очень кто-то вяжет средне а кто-то совсем рыхло и я не могу знать как вы вяжете это только знаете вы и никто и другой это знать просто не может поэтому вы ориентируетесь также на способ своего вязания то есть если вы чувствуете что вы вяжете слабо значит вы также уменьшаете количество петель я вам даю алгоритм вязания с чего начать как продолжить как закончить все остальное крючки нитки плюс также плотность вашего вязания это только вы подбираете я не могу знать какими нитками вы вяжете вот допустим есть вот такие нитки вот видите ширина вот матовые нитки белые это матовые это глянец это матовые у них ширина разная это во-первых плотность ниток также разная если я свяжу допустим цепочку из 10 10 воздушных петель и 10 столбиков без накида провяжу вот этой ниткой то вот этот кусочек у меня будет шире нежели я свяжу вот такой ниткой вот еще у меня серый цвет он еще тоньше понимаете то есть даже нитки они все отличаются поэтому как вы вяжете я не могу просто знать я даю вот образец скажем так алгоритм вязания что зачем идет куда что присоединяем остальное все ваши если чувствуете что здесь для вас широко убавьте просто убавьте количество петель наборного ряда то есть воздушные петли просто убавляете и все и подстраивайтесь уже под свое вязание еще раз напоминаю я не могу знать как вы вяжете и также еще раз напомню по поводу крючков что я не могу знать совпадает ли мои крючки с вашими просто я не могу этого знать вот у меня написан номер три я им вижу и я вам говорю что это номер три а как фирма их пронумеровала вот почему допустим вот этот крючок номер три и этот номер три я и этим вязала и этим плотность вязания абсолютно разная надеюсь вам это все понятно приступаем к следующему вопросу так следующий вопрос мне написала его участница моей группы звучит он так почему у вас покупают мочалки и по 150 рублей а я и за 100 рублей не могу продать эта тема очень очень обширная и сегодня я только кратко отвечу потому что этот прям снимать отдельная болталку и сегодня я скажем так краткий обзор дам ответ краткий ответ и он будет касаться именно тех кто зарабатывать себе на вязании это для вас не хобби что такое хобби это там любимый вид деятельности свободное от работы время у меня меня нет свободного времени потому что я все время вижу получается у меня я вот повязала повязала устала пошла помыла посуду опять повязала повязала устала пошла помыла полы получается что мое хобби это мыть посуду и полы и естественно сегодня я буду говорить и отвечать на вопрос именно для тех людей которые для которых вязание это также работа вы зарабатываете себе на вязание так первая причина по которой у вас допустим могут не покупать мочалки по 150 рублей ты за 100 неохотно берут это большая ошибка она мне сама же эта женщина и написала что вот я вот вот мне вот взять бы вот а я попробовал по 150 рублей продать но вот не берут я уже вот хотя бы за 100 рублей и они не берут и я вот либо вот дарю кому-нибудь либо вот сейчас вот к соседке пошла вот там сейчас там поменяю на помидорке вот это самая большая ошибка девочки вот кто хочет себе зарабатывать на вязание у вас не должно быть мысли вот лишь бы только бы взяли ни в коем случае девочки ни в коем случае уважайте свой труд уважайте свое время если вы сами не уважаете свой труд себя свое время ну как вас могут уважать другие естественно и другие не будут уважать ваш труд а зачем вы же сами его обесценили у вас не должно быть мысли о том что лишь бы только взяли нет кому надо возьмут и за 150 рублей главное главное это качество самое первое это качество должно быть это должно быть красиво цвета должны быть подобраны красиво чтобы это цепляло взгляд чтоб хотелось это взять так ну давайте вот я на примере вот мочалки миньона вы видите какая она яркая она цепляет взгляд то есть я вот если ее повешу там или положу у себя где я торгую допустим выхожу на рынок иногда торгую вот если я ее повешу она вот вот эта яркость она цепляет взгляд бледной мочалки уже не так а вот яркие там цвета подобраны скажем так серый там коричневый с голубым необычное сочетание цветов но она цепляет взгляд потом вязала мочалку я мужскую темно-коричневый с желтой желтый такой яркий цвет был тоже вот сочетание было вообще она цепляла взгляд и такие мочалки ушли прям в лед я мужские мочалки продаю вообще по 350 рублей и у меня их нет в наличии потому что я все продала потому что я продала это первое то есть должен цвет должен быть такой чтобы и сочетание цветов должен быть такой чтоб цепляла взгляд это первое во вторых вы уважаете свой труд и вы напрочь выкидываете своей головы мысль о том чтобы лишь бы взяли кому надо возьмут и за 250 и за 300 и за 150 не обесценивайте свой труд вторая ошибка это подарки я могу я лучше пойду там подарю вот если вы можете подарить зачем у вас покупать ну вот реально зачем у вас покупается 150 когда вы можете продать и за 100 просто надо немножко подождать и вы сами продадите за 100 опять же лишь бы купили зачем что-то вообще у вас покупать когда можно две недельки подождать и вы подарите вот таких мыслей быть не должно вот не должно если вы хотите что-то заработать выкидывайте напрочь мысли с головы чтобы лишь бы купили вот я пойду сейчас вот там на помидорки поменяюсь хорошо о чем помидоры вот летом помидоры начиная где-то с июля они начинают падать в цене помидор килограмм помидор стоит 50 рублей мочалку я продаю за 150 рублей то есть я как минимум должна даже если я буду на обмен то есть я как минимум должна 150 рублей обменять на 3 килограмм помидор получается но никак не на килограмм а что мне соседка будет взвешивать не будет конечно вот она мне дала пакетик и все а меняет разве будет устраивать конечно нет поэтому такие мысли тоже отбрасывайте что еще это вот второе зачем покупать у вас если вы можете подарить не обесценивайте суток я вот всегда говорю не обесценивайте свой труд так следующее 3 как я привлекаю своих покупателей вот смотрите как они вот видите да что это пакета такие пакеты в магазине стоит 2 рубля девочки 2 рубля стоимость этих пакетов я включаю вот в такие дорогие игрушки вот у меня допустим такая игрушка совушка совушка совунья она стоит 450 рублей то есть вот я все подписываю во первых должно быть все честно вы честно должны вот если вы говорите что плотно и качественно связано так вас должно быть плотно и качественно это самое главное у вас не должны отрываться не крыльев не крылышки не ручки не должны отрываться это уже соответственно будет ваша репутация вот видите да я никого не обманываю я вот честно показываю вам что цена у меня стоит 450 рублей в эту сову я включила покупку вот этих пакетов немного там по 10 рублей буквально я включил вот покупку вот этих пакетов и вот купили у меня допустим вот мочалку сову там миньона вот показывал не важно что именно даже тапочки там покупает я эти пакеты даю бесплатно то есть я не спрашиваю а вам пакет нужен как это делают в магазине нет я молча достаю пакет пакет кладу товар который меня купили и еще есть одна фишка я покупаю вот такие конфетки это все конфеты пакеты начиная с ноября месяца я покупаю вот дешевые еще вот такие календарики и также в пакет кладу календарик там две-три штучки конфеток взяла пасы это положила в пакет и человеку приятно понимаете он берет ему приятно вот я сколько раз видела они же примут улыбаются и они уже вас сами рекомендует во первых они уже знают что у вас мочалки там или тапочки не важно что вы вяжете кофты там еще что-то не знаю что вы качественно хорошо красиво вяжете плюс у вас есть такие вот небольшие такие вот вроде подарочки тут пакет вроде с ручками дали и не надоедают с вопросом а вам дать пакет нет вы сами положили вот вам небольшой презенте к вот вам там вкусняшечка там подсластить вам немножко и люди людям приятно понимаете приятнее в одном магазине такого нет вот вы понимаете вот вы такие фишки можете придумать сами ничего от себя сами не покупаем конфеты вот эти конфеты вот 100 грамм это даже здесь не 100 грамм здесь меньше они где-то в пределах 30 там 25 рублей такие я находила собой дешевые по 2 рубля календарь реки пакеты 2 рубля это мы все включаем в стоимость допустим мочалка миньон мы ее можем продать принципе за 250 но у меня цена стоит 260 конфеты пакеты календарь реки все входит в себе стоимость мы считаем нитки затраты нитки и всякие пакеты конфетки все и мы все это раскидываем на весь наш товар допустим я сюда прибавила 10 рублей допустим 10 рублей там по 2 рублей 5 пакетов я 5 мочалок могу таких продать и положить по пакетам ну а мне одна мочалка уже оправдывает 5 пакетов соответственно мы можем купить себе пакеты следующая мочалка нам оправдывает конфетки еще одна мочалка там либо игрушка какая-то либо тапочки нам оправдывают стоимость господи календариков стоимость пакетов все мы все это включаем там получается от силы но допустим нитки 50 рублей и кантом конфеты пакет там еще рубля три-четыре но это не так много согласитесь все это включается все это в себестоимость включается плюс на оценка идет за ваш труд за время ну вот я же не осминог я вижу сама я не осминог я не могу вязать одновременно три мочалки поэтому и естественно я и цен на оценку делаю такую что если я трачу на это там два-три дня ну какие 50 рублей сверху я прибавлю вы че смеетесь конечно нет вот но вот такие фишечки они очень привлекают взгляд допустим еще чем я пользуюсь я вижу игрушки допустим которых у меня нет в продаже и не будет ближайший год вообще в продаже не будет я делаю розыгрыш тем самым также привлекая к себе покупателей и опять же еще раз говорю на сочи многие люди не нравится покупных мочалках в магазинах и дешевых мочалок еще не нравится это ручки которые отрываются у меня ручки крепкие сильно не растягиваются людям это нравится я не знаю это о том что скидок я не делаю подарки я не делаю подарки вот максимум от меня можно дождаться вот такой подарок я положу вам три три четыре конфетки вот максимум мой максимальный мой подарок ну или еще могу положить календарик и плюс пакет вот такого обслуживания в одном магазине нет это тоже кажется своего рода такая вот фишечка скажем так который привлекает покупателей дерзайте девчонки все в ваших руках и еще раз напоминаю выкиньте из головы лишь бы купили лишь бы взяли лишь бы там вот продать не надо ни в коем случае не обесценивать свой труд вы обесценили свой труд и к вам также будут относиться зачем уважать ваш труд если вы сами его не цените ну я надеюсь я ответил на ваш вопрос и уж простите если как-то грубо прозвучало но надеюсь что доходчиво что кто-то понял пишите в комментариях согласны не согласны с чем-то вы там так но мы переходим к следующему вопросу следующий вопрос у меня написала был написан в ю тубе это от натальи яшкиной так как вы справляетесь когда родня просит связать вас например мочалки одну родственникам я вижу скажем так если у меня есть очередь то есть у меня есть заказы то в паре в порядке очередности больше никак я не буду двигать остальных своих покупателей заказчиков только из-за того что там мне надо вот родственник попросил конечно нет выход раз видели в магазине чтобы стояла очередь и подошел там родственник какой-то а я родственник там вот на там владельца магазина вот мне без очереди нет такого все также стоят в очереди и у меня тоже самое также вот если родственники просят а так как это для меня работа я зарабатываю на этом они у меня в порядке очередности ну и конечно также как и все все оплачиваем потому что когда у меня а папа грубо говоря жопа жопа ко мне как и чип как чип и дл ко мне родственники на помощь не спешат поэтому я на этом зарабатываю это мой хлеб это мой заработок и также как все оплачивает но порядке очередности у меня нет того что такого что если вот этому там родственница на счетом все всех отодвигаем всех начатом раскидываем и вот вяжем им не ни в коем случае девочки ни в коем случае если для вас это хобби вы на этом не зарабатываете а просто свободно отработать время вяжите то естественно как когда есть свободное время тогда и вяжите вас никто не принуждает к тому чтобы прям все кровь бизнесу прям срочно срочно в порядке надо связать вот надо отдать нет у меня такого нету так следующий вопрос мне написала оксана жилкина для кого снимается мк более двух часов разделить их на три-четыре части и очень много лишних слов во первых я все что говорю своих мастер-классов я говорю строго только по делу все что касаемо моих групп моих мастер-классов и опять же я никого не принуждаю все слушать если вы поняли всю суть вам не нужна теория вы там все прям с первого раза с первого слова все поняли пожалуйста перематывайте во вторых я снимаю свои мастер-классы с учетом того как бы мне было бы удобно их смотреть я раньше тоже когда только-только всему этому училась я смотрел мастер-классы и видео когда там 1 2 3 4 часть я не понимаю смысла снимать от мастер-классы там и делить их на три-четыре части для чего во первых это неудобно вот лично для меня это вот вообще неудобно смотреть такие мастер-классы вот я исхожу из того что вот если бы я смотрела свой мастер-класс мне было бы удобно бегать по всему каналу и искать где там первая вторая третья часть нет мне было бы это неудобно опять же никто же не заставляет сидеть прям два часа смотреть связали поставили на паузу там поставили себе закладку все освободился время подходите дальше продолжаете вязать уже с того места где вы закончили опять же есть там коды пожалуйста пользуйтесь ими делить на три-четыре части я пробовала делить да у меня есть такой мастер-класс вот мы ёжика виза я ёжика вязала там первая-вторая часть я вижу по количеству просмотров как это первое второе третье но неудобно и вижу что просмотров меньше наоборот меньше поэтому но мне так проще если вам это неудобно я же никого не принуждаю смотреть смотреть свои мастер-классы ищите те которые разделены на 20 частей по пять минут и пожалуйста вяжите так я никому не ничего не навязываю ни свои мастер-классы не свой канал не нравится мастеров полно пожалуйста смотрите там может быть там лучше я объясняю так чтобы было понятно не только тем кто уже давно вяжет но и тем кто только только начинает чтобы им тоже было понятно что как и зачем идет и для чего это вяжется именно вот так они по-другому поэтому это дело каждого ну все девочки на этом у меня все вопросы ваши закончились всем спасибо за просмотр извините если кого-то обидела не хотела ну я с вами прощаюсь и буду ждать ваших комментариев новых ваших вопросов также буду все записывать и в следующий раз как наберу там также три-четыре там вопросы снимем следующую болталку